Здесь у нас получается два слоя ГВЛ плитка, здесь получается два слоя ГВЛ, слои еще 15 миллиметровый ГКЛ и покраска. Получается здесь грубое 30, здесь 30 и еще плюс плитка. Здесь 25, здесь 40, здесь 25, 40, здесь 2 слоя этого, там 3 слоя. Вам надо чистовой? Ну приблизительно, потому что здесь мало ли вдруг, если будет какая-то концепция, то что изменится, будет невозможность, допустим, здесь запилить плитку под 45 градусов, для чтобы вам зайти в паз коробки. То, что у вас скрытые двери, они не подразумевают под собой наличников и доборов, то есть концепция, все должно быть строго там и так далее. Здесь у вас получается запор лицо вы штука-турите, шпаклеете, а с обратной стороны вы формируете плиткой. Поэтому бывает так, что не каждая плитка себе дает возможность запилить по 45 градусов, поэтому вот эта толщина стены нам нужна для того, чтобы вы потом будете сюда либо, допустим, заказать добор или наличник. Ну, с плиткой получается здесь тоже 40, то есть 25 и 15 берем на плитку. Ну, получается, значит, сейчас у вас полтинник, значит, где-то 130, где-то будет на выходе. У нас на вопрос. Да. Какая глубина коробки? 88. На какой части коробки идет крепеж в стенах? Да. Спрашиваю, для чего? Что коробка стоит со смещением туда? Я помню. У нас здесь 40 миллиметров. Идет под петлей в ответку, расклинивается отверху вниз и, как правило, еще делаются подвесы как бы. Подвес с креплением как бы уже вмяса. А подвес делается. Да? Подвес делается. Да, да, да. Поэтому обязательно очень наша жизнь и на небесе. Закладной брус. Брусок. Обязательно, да. В стойке. Тогда просто просят фанеры обшить. Давайте фанеры. Вы задание даете, как нужно. Нет, нет, нет. Я просто говорю. Здесь уже нет такого как бы регламента. Нет, давайте только так. Нет. Ради Бога. Хотите фанеры, хотите зашить, брусок вставьте. Здесь не принципиально. То есть, почему я спрашиваю. Если делаем фанеру, да, то фанера является как главным элементом, в нее же сразу можно и закрепиться. Ради Бога, давайте с фанерой. Чтобы эти подвесы не оставить. Да. Можно так. Но у нас в коробку мы ничего как бы не сверлим, то есть, никакого нет открытого монтажа. А, все равно, то есть, со смещением идет получать. Конечно, да. Да. То есть, значит, он нарушается. Так, значит, и у нас полотна идут все 2300. Да. Значит, я вам задаю высоту полотна, ой, высоту проема, допустим, 2360 от чистого пола, без фанатизма, пусть это будет 2365-2370, но главное, чтобы ни меньше, ни больше. Потому что здесь еще будет наверху, и здесь у вас будет пена, и чтобы она не треснула, то, соответственно, ну, то есть, большое количество пены тоже не очень хорошо, потому что у вас заштукатурить, и это может, больше вероятность, что может треснуть. А у вас есть разрез паза? Сейчас я покажу потом. Ну, только разрез коробку. И короба у вас аква, да? Да. Убираюсь цвет. Последний ряд плитки, когда вы будете, ну, если вы будете вперед нашей двери идти. Скорее будем. Да. То есть, последний ряд плитки, который у вас выходит в створ проема, не докладывайте. То есть, допустим, здесь у вас заводской шов остановился, следующая плитка, она уже выходит сюда в створ, значит, ее не докладывайте. Ждем установку двери, ставится дверь, тогда плиточник видит, насколько ему нужно вынести сюда вперед, чтобы запилить под 45, чтобы зайти в паз коробки. и по месту уже, когда будете с монтажником, если есть необходимость, ну, там уже приличная договоренность уже на месте. То есть, можно подрезать вот этот вот паз для того, чтобы вам было удобнее сюда как бы заходить плиткой, потому что так это будет плитка. А? Это что? Это коробка. То есть, вот она у вас получается, вот так она будет здесь ставиться. Можно сфотографировать. Это вот сюда будет заходить плитка? Нет. Здесь сюда заходит малярная сетка, сюда вставляется в паз, и здесь выходит малярная сетка, которую вы зашпакливаете, заштукатуриваете. А с обратной стороны вы заходите, заходите плиткой. Все, понятно. Финиш. Угу. Ну, поэтому в вашем случае получается вот так вот немножко выйдет. Вот. И чтоб плиточник понимал, куда ему красиво здесь зайти в этот паз. То есть, вот эту полочку можно подрезать, но это, опять же, с монтажником уже на месте. То есть, заранее его нужно предупредить о том, чтобы он вам, допустим, надо подрезал. То есть, понял, да? Надо сказать, когда будут монтировать, чтобы вот эту срезали. Алло. Вот эту часть. Угу. Чтобы сюда плитку завести. Вот. Вот сюда. Вот так. Да. Паз, он 6 миллиметров. А так у вас будет свободный ход, можно лавировать и… А это под набор как бы сделано, да? Да, да, да. Совершенно верно. А с этой стороны ГКЛ вот так будет? Нет. Или так же? Нет. Он будет за подлицо вот с этой кромкой. Угу. То есть, вы подводите, потом уже вот так вот подводите. То есть, здесь у вас гипрок, вы заканчиваете, а мы выставляем коробку за подлицо с вашим гипроком. А если с этой стороны гипрок, то же самое что с плиткой, да? То же самое, да? Нет. Здесь не будет трещина точно. 100%. Не, ну проклеивается стеклохолст. Сюда, да, проклеивается. У тебя флизелин вот сюда же будет еще заводиться. Так, а получается, что у нас напольное покрытие не… У тебя плитка будет уже… А потом тут какой покрытие? Я вам напольное покрытие напишу. У вас линия стыка полов получается два сантиметра от края стены. Это если обратное и прямое везде два сантиметра. А вот отсюда сюда два сантиметра. Да, да, да. То, что у вас сформировали, здесь чистовая стена, получается от нее два сантиметра это будет середина полотна. А как здесь получается ставится дверь? То есть там же по логике надо ставить коробку до того, как у нас сейчас все зашпаклевано. Естественно, да. До шпаклевки. Чтобы у вас не получилось… Соответственно, в этот момент привозят и коробки, и двери. Двери мы где-то уже тут… Монтажник снимет дверь, упакует ее, чтобы она не мешала штукатурить. После монтажа он снимает дверь, да? Да. И упаковывает? Да. Класс. Ширина полотна сколько? Восемьдесят? Да. Довольно так. Да. Под пенал полотна у вас девятьсот. Угу. Тоже на два-триста. Да. Еще такой вопрос мы можем, но по левому краю собрать пенал, потому что у нас вот здесь в перегородке будет проходить вент-канал тонкий. Еще раз собрать как? Мы можем собрать пенал по левому краю перегородки. То есть вот так. Или он по центру строго идет. Нет, нет. Как скажете, там просто то, что вы будете финишировать его уже, вам же так же надо будет делать чистовую отделку. У вас же с каждого монтажа он получается. Поэтому, единственное, что нужно учитывать, что у вас пенал обшивается в два листа гипрока. То есть, допустим, если у вас здесь тоже по плану идет два листа? Да, три. Ну три, значит. То есть мы поставим, допустим, по край, кассету поставим по край металла, а дальше ребята уже поверх его вместе с кассетой зашьют гипроком. Понятно, спасибо. Потому что сейчас нужно будет сформировать только сам вот этот каркас. Вообще, это даже вопрос на такого не может быть. Всегда кто-то производитель дверей тот и ставит. Какой бы опыт ни был, но когда люди специализированно занимаются определенно вашей продукцией, то и уровень профессионализма, он выше. Есть такая... Потому что когда люди ставят двери, но не ставят Софию, у них может быть проблемки определенные, если они что-то не знают. Риск, риск порчи снижается до нуля практически. Да. Есть такое. Спасибо. Вы на Софию в эту дверь пенал обозначите вместо стыка? Настя, вы не надо обозначать. Просто они указывают, что от лицевой части стены два сантиметра вглубь перегородки. Все. Не, ну здесь будет по центру кассета. А, ну там по идее это все на разрезе должно быть. А будет стоять? Ну я не знаю. Сейчас мы все это расспросим. Думаю, что там должно быть указано. Что? С пехполоской? Да, естественно. Я инструкцию вам по пеналу здесь тоже прицеплю, поэтому вы уже будете все это дело понимать. Знаешь, какая самая неприятная штука, когда узнаешь в конце ремонта, что, как она называется, компонарность, когда полотно на сантиметр выступает, когда она делается за подлицо с наличниками. Обязательно ли коробку зашивать одним слоем, прежде чем мы что-то хотим разместить? Ну, Игорь, когда кассета встанет, здесь вся фишка то, что вы зашиваете в два листа гипрока, это то, что создает эту жесткость, это то, что идет штатный финиш, чтобы не играли вот эти туннель, чтобы он не прогибался, то есть идет вот этот усилитель здесь. Поэтому это два листа гипрока. Там-то внутри, дальше вы можете уже формировать нишу сделать, пустоту между пеналом и гипроком. Ну, единственное, что там за кабель-канал, это сколько он по толщине? Ну, небольшой. Ну, небольшой сколько, 50? Нарисуем. То есть это просто... У вас нет разреза или чего-то такого, ну, на чем показать, или что я, в чем мой вопрос заключается? Нет, у меня есть, чем нарисовать. Так, вот мы имеем какую-то кассету, да? Допустим, вот ее толщина, она 95 у нас. 92. 92, да? Угу. Так. С этой стороны, с левой. У нас два слоя гипсокартона. Угу. Здесь три? Еще 15-й, да, получается? Ну ладно, два по 12 половины и один 15 миллиметров. Вот здесь стена у нас фактически, да, допустим, где-то вот здесь пойдет, да? Нам вот тут обязательно сразу к кассете пришивать что-то? Нет, нет. Или потом мы можем еще... Там, где вот у нас стена по факту будет идти, вот здесь? Да, да, да. Вы можете зашивать просто, я говорю, здесь вот вся фишка это вот это вот ребро жесткость, вот выход туннеля, вот откуда выходит полотно. Ага. То есть вот мы здесь ставим усилитель, чтобы вот эти не прогибались, вот эти створки, чтобы они не болтались. Здесь ставится усилитель, таура специальная. Ага. И здесь выходит вот эта пластина, которую вы заштукатуриваете. Ага. Здесь, ради бога, то есть вы можете частично, допустим, ну вот эту усилитель. Мы можем уже на отдалении. Да, 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 да. А дальше, если вы уйдете сюда, ну это уже ваше, так сказать, все понятно. Да, через металлизированный уголок, споклюетесь и выходите. Ясно. А тут заводите, что вам тут надо, кабель-каналы. Хорошо. Да, хорошо, спасибо. Я вам сейчас эти данные написал. Значит, у вас должно быть 1975 по ширине. Так. Ширина проема закладной бруса на пешке внутри. И высота 2,368 от чистого пола. Все размеры даются от чистого пола. Вот. То есть, на момент монтажа мы видим здесь вот такой скелет. Вот эту большую арку 1975 по ширине на 2368 по высоте. Привозим кассету, ставим сюда кассету. Западлицо мы устанавливаем. И вы уже зашиваете гипроком уже минимум в два листа с двух сторон. А там дальше, смотрите, если вам нужно три листа, значит, шьете уже в три. Ширина этой кассеты? 92. Надо будет по левому краю. 92. Угу. Она в каком краю здесь монтируется? По левому. Сюда? Здесь, да. Просто здесь должно пространство. Зачем? Да. Там мент-канал будет проходить для кабеля. Тут будет зависеть, чтобы подключиться. Угу. Система. А скажите, пожалуйста, по вот этому проему еще, насколько кверху что-то подвешиваться будет? Это кассета в сборе. То есть там… То есть она сама по себе, сама все несет, да? Да, да. Но закладной брус в профиле обязательно в любом случае подключается. И в горизонтальную тоже. А там тоже в горизонтальную? Да, там не сильно принципиально, но хуже точно не будет, если установите. Обычно вверх не делаем, на самом деле. Там… Ну, я говорю, если вставить, то хуже не будет. Ну, мало ли, на всякий случай. Лишний подвес нам, допустим, зацепить и лишняя точка жесткости не помешает. То, что здесь будет ОА профиль стоять двухмиллиметровый металлический, это не страшно? Наверху? Да, есть более толстые профиля, для более широких проемов они используются. Ничего, да? Ближайшая альтернатива, это идет вот такая вот алюминиевая коробка. Но здесь уже цена вопроса, это уже подороже. Ну, тут немножко другой дизайн, и она также есть на себя и от себя. То есть, как бы, поэтому… Я обычно как-то ремень не привык видеть. Ну, вот. Та же малярная сетка. То есть, здесь тоже выходит малярная сетка отсюда. То, что… А, здесь тоже она будет. Она будет штатная, вставляется в паз. А, я понял. Все, тогда… Поэтому я почему говорю… То есть, вот такой вот элементик, вот это здесь? Да, 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 да. То есть, почему я говорю, что не зашпаклевывать, потому что она даст толщину на шпаклевке, и получается у вас получится горбылина. А так, говорю, учитывайте, что она еще будет… Все. Здесь полотно 800. Да. Кромка вообще… У вас сразу включается в стоимость, в счет… Кромка чего? Полотна. Это к девочкам. Вы умеете алюминием или чем делать? Да, да. Это все к ним. Цвет, модель, петли, там, ручки – все это к ним. Она обязательно должна устанавливаться или нет? Нет, вопрос дизайна вашего. Ну, и спонсора показываю. Так, значит, кто у нас главным по тарелочкам? По тарелочкам. Ну, я имею в виду. По строительству. Михаил, тогда я. Ну, так, чтобы вы все понимаете, что у нас здесь происходит. Это то, что у вас на данный момент существующие проемы. Это требуемые размеры полотна. Все полотна у нас на 2300, 700 у нас получается санузел, 800 – спальня, 900 на 2300 – это скрытый пенал, откатная дверь, 800 – ванна, 800 – детская 2 и 800 – детская 1. Да. Значит, это графа. Это требуемые размеры проема от уровня чистого пола подготавливаются за качество. То есть, вот это ваше техническое задание. Все размеры от чистого пола, от плитки, от паркета, от ламината. Без фанатизма, пусть это будет там, допустим, 2365, 2370, но желание, чтобы это больше, не меньше, не больше. Потому что, я говорю, много пены – это ни к чему хорошему тоже не поведет. Так, а вот у вас 120 написано. Это я в теории написал. Да, просто у нас чуть больше будет. Ну, не 120. 130. Ну, это для себя, потому что, если вдруг вы перейдете по какими-то причинам в доборы или наличники, то мне нужно понимать толщину как у стенки. Так, значит, здесь дальше. Здесь будет вставлена картинка, значит, по открыванию двери. То, что мы с вами прошлись по открыванию. Вот у нас получается вход. Левой рукой открываемся на себя. Вовнутренней на стенку от себя. Здесь пенал скатываемся в эту сторону. Детская открываемся от себя. Это от себя на стенку. Это сюда. У нас есть двери обычного открывания и внутреннего открывания. Коробки одинаковые? Нет. Они такие же. Образы как посмотреть? Нет. Это новая модель. То, что я вам сейчас показал. Это как бы Аква. То, что на себя. Вот. От себя девочки вам покажут, надеюсь, в салоне. Они присылают фотографии там что-нибудь? Могут? Ну, пришлют, да. То есть, как бы там должно быть у них. Вот. Значит, это вот картинка. Так. И здесь, соответственно, я вам все это дело распишу. Заузить, расширить, поднять, опустить, стык полов. Там как бы вот эта информация. Будет здесь вот техническое задание тоже, так сказать, прописано до уровня домохозяйки. Ну, в смысле. Спасибо большое. А что ты к себе-то воспринимаешь? Ну, без логи. Я имел ввиду, что это самое. Были просто бригадиры, которые, почему не расширили? Ну, вы же не написали. Я говорю, ну, вот требуемые размеры проема мотора чистого пола. Подгадали заказчику. Понятно, да. Почему не сделали? Ну, вы же не написали. Расширь проем, возьми шуруповер, там, открути это самое. Вот. И техничка вот, на всякий случай, по пеналу. Вот она здесь, по вот этому скрытому пеналу. Отделка, кстати, из чего? А? Отделка, там, доборы какие-то? Нет, нет, вы также будете финишировать, потом уже делать отпусы. ГКЛ, да. Они будут также заводиться. А как, чем заканчивается тогда там? Ну, металлизируете уголки, уголки. То есть мы завершаем уже там, это наше. Да. Ну, нет, здесь есть специальные, опять же таки, там, специальные пазы и вставочки, как бы они есть. Но основной отдел, то есть вот, то, что я говорил, вы зашиваете. Смотрите, вот мы, получается, вот наши два слоя крока и мы вот сюда их заворачиваем, да? Да. Нет, здесь вот есть торец, он как бы там штатный, а дальше вот вы здесь уже зашпаклевываете, делаете в ноль. То есть вот это внутри, это уже ваши элементы были, правильно? Ну и только до вашего элемента. Да. А он будет установлен на кассете сразу, да? Да. Вам, когда монтажник установит полотно, он вам все это дело покажет, расскажет, то есть до чего подводить, куда подводить там и так далее. Угу. Ну и в данном случае, получается, первую мы монтируем кассету, когда у нас уже все готово, а дальше уже… Да, да. А дальше уже… Сейчас вам нужно максимально быстро заказать кассету, чтобы она пришла, потому что иначе вас будет держать его по потолкам, то есть вам же надо зашивать гип-руком, и потолки не прицепить не это самое, поэтому заказывайте быстрее кассету, делайте и зашивайте ее. Да. Только единственное, от вас нужно понимание уровня чистого пола, чтобы нам правильно выставить кассету, нам нужен уровень… От вас нужно понимание… Отметка есть. Да.